Этим смелым парням Скажите, отрывать талоны для вас привычное работание? Для меня не очень. То волнующее чувство, когда отрывной посадочный талон оказывается в руках симпатичной сотрудницы аэропорта и она, улыбаясь, приглашает на посадку в самолет. 15 лет отметил Международный аэропорт Владивосток. На торжественное собрание по этому поводу собрались представители всех служб, как одна дружная семья. Я работаю не так давно, но я ее настолько полюбила, так как у меня, возможно, это семейная, у меня отец был летчиком. Все знают, что аэропорт Владивосток существует столько же, сколько авиация в Приморье. Но официально, как самостоятельная организация, он появился 15 февраля 2008 года путем выделения из авиакомпании Владивосток Авиа. И эти 15 лет стали не только периодом становления, но и временем принятия решений. Во-первых, это восстановление после пандемии международных перевозок, увеличение внутреннего потока. Уже открыты рейсы в Таиланд, открыты рейсы в Лаос, в Улан-Батор. Сейчас мы готовимся к открытию рейсов в Китай. Со сцены для работников аэропорта звучали слова поздравлений и вручались награды лучшим сотрудникам. От правительства Приморского края, администрации города, депутатов законодательного собрания, Думы и, конечно же, коллег и партнеров. Потому что без них не было бы движения вперед и вверх. Наша сила в единстве. Именно в единстве, именно в одном и том же подходе, в едином подходе к решению тех или иных задач. Как производственным, так социальным. Украшением торжественного собрания стали концертные номера творческих коллективов города и края. Танец, где макет земного шара в детских руках стал, если не символом, то в какой-то степени знаком всего мероприятия. Смотрите, мы молоды, нам всего 15 лет, но мы собираемся жить, общаться и сотрудничать со всем миром. И это вполне достижимая цель. Александр Наточев, Денис Надильный, Светлана Нурик. Городские новости. Артемовский телеканал. Лента.